Отчет Ирины Венедиктовой. Юрий Григорьевич, как вам? Что думаете об этом? Что вообще думаете об отчете, о работе Генеральной прокуратуры, вот как раз в контексте всего нашего сегодняшнего разговора, что мы обсуждали? У нас станом на 1 березня в судах было понад 1000 позовов прокуроров на поновлення на посаду. 372 уже задоволені. 76 не были чинностей, по которым нужно сплатить 94 млн. Останнее решение, которое не было чинностей, по 1 уже 3,5 млн. треба сплатить. И каждого дня эта сумма росте. Сейчас пішли массово позови від окружных прокуратур, там, где недавно были звольнені працівники. Тобто, какая кількість их будет на кінець, я не знаю. Если было 11 тысяч прокуроров, лишилось 7, то близко 4 тысяч позов. Если сумма от окружных прокуратов будет такими самыми, то это выделяется в 4 млрд грн. Поэтому реформа завершится тогда, когда последний позов будет рассматривать, последнее судовое решение не будет чинности и последняя копейка будет сплачена с бюджетом. Тогда можно будет подвести подсумки цієї реформы. Это со стороны, как она проводилась. А что до результатов работы, мы найшвидше побачим, потому что у нас есть прокуратура, где осталась третина склада. Сегодня генеральный прокурор озвучил, что уже будет оглашаться новый набор, где мы наберем лучших, 540 посад, насколько я помню, и все будет хорошо. Но, поскольку этот набор не будет происходить за тиждень-два, то это займет несколько месяцев. А прокуратурам нужно працювать, в суде поки що ходить нема кому. А после того, не факт, что будет стихи бажающих, потому что конкурсы проводят уже с 2015 года, каждый раз обещают очень хорошие условия. Через пів года года власть меняется, не обязательно президент-генеральный, и все начинается заново. И осіб, которые пришли вчитися в Академию прокуратури, звольняют без призначения в прокуратуру. И они начинают это спочатку. И так уже было тричьи. Тому, очень много бажающих, которые пойдут на такие условия, что вас через год могут погнать на аттестацию, рассказать, что вы порушаете все, что можно, остается с каждым разом все меньше и меньше. Треба менять отношения сначала до прокуратуры. Не звинувачить их в том, что происходит, а объективно разобраться в всех вопросах. Продолжение следует...